Привет, мои биатлонные друзья! Как и обещал в предыдущем ролике, вернуться к делам внутрироссийским. И повод для этого представился не очень приятный. В социальных сетях сейчас высказались по поводу ситуации в Удмуртском биатлоне два ведущих спортсмена республики, Ильнас Мухамедзянов и Виктор Плицев, которые оба посетовали на недостаток финансирования, на то, что они тренируются, готовятся к соревнованиям, а после этого без этих соревнований остаются. Речь идет о первом этапе чемпионата России по летнему биатлону, который в конце этого месяца пройдет в Демино и будет являться отборочными соревнованиями чемпионату мира в новое место. Для спортсменов, особенно не входящих на централизованную подготовку, это прекрасный шанс проявить себя, зарекомендовать и перед тренерским составом сборной, и поднять уверенность в своих силах в ходе подготовки к сезону, ну и что скрывать, также возможность заработать. Потому что в регионах и в Удмуртии, в частности, зарплаты биатлонистов сейчас действительно невысокие, и где-то изыскивать дополнительные средства на подготовку не представляются возможными. Но в итоге, из-за того, что финансирование биатлона в предолимпийский сезон в Удмуртии было урезано, денег местное министерство спорта на эти соревнования не нашло. Тюменский чемпионат России вроде как в планы входит, спортсмены смогут туда поехать. Но что касается отдельных стартов, что касается тренировочных сборов, то здесь есть серьезная проблема. По крайней мере, исходя из того бюджета, которым биатлонисты располагают до конца этого года. Кроме того, страдает и сама подготовка. То есть, у спортсменов есть проблемы с выездом на сбор. Ну ладно, готовиться проводить обычные сборы в Удмуртии можно, но для качественной подготовки к сезону нужно выбираться и в горы, и проводить горные сборы. Так вот, на сбор в Сочи только двух ведущих биатлонистов региона, опять же, Мухамедзянова и Блицева, которые, я напомню, имели отличные шансы, я думаю, отобраться на летний чемпионат мира. Они смогут поехать на сбор в Сочи, а вот что касается остальных спортсменов, в том числе и перспективных юниоров, которых всегда много в Удмуртии, то у них такой возможности нет. И надо понимать, что речь идет не о какой-то малозначительной области на биатлонной карте России. Речь идет о регионе, который стоял у истоков развития российского биатлона, который всегда был в числе самых продуктивных, воспитывающих чемпионов мира, олимпийских чемпионов. И практически сложно представить себе хоть одну Олимпиаду, где Россия обходилась бы без биатлонистов из Удмуртии. Даже в нынешней сборной у женщин практически стопроцентный кандидат на Олимпиаду, это Ульяна Кайшева-Нигматулина. У мужчин Александр Поварницин готовится во второй команде. Есть перспективный юниор-корник, который вошел в юниорскую сборную. Это все показывает о том, что у региона есть потенциал, но с ним нужно работать. В то время, когда некоторые руководители говорят о том, что нужно нам делать спорт массовым, копать в шиль, всех обеспечить дешевыми низкокачественными винтовками. Но при этом, если материальная база крупнейших регионов, которые, собственно, всегда поставляли спортсменов в национальную команду, страдает, то о каком развитии биатлона в стране можно говорить. Ну и, конечно, это проблема серьезная внутренняя удмуртская, то, что на спорт выделяется денег сейчас меньше. Но при этом надо понимать, что биатлон – это один из ключевых зимних видов спорта в республике. Биатлон и лыжные гонки. Больше там нет ничего. И, конечно, может быть, стоит пожертвовать второстепенными видами, но при этом поддержать то, что всегда работало и приносило успех. И, конечно, хотелось обратиться и к Ивану Черезову, который является местным депутатом, который возглавляет федерацию биатлона Удмуртии, чтобы он активнее защищал интересы своих спортсменов на государственном, на республиканском уровне. Поэтому, конечно, когда узнаешь такие новости, становится очень грустно за наш биатлон. И хочется пожелать удмуртским спортсменам, чтобы они получили, наконец, достойные условия для подготовки к сезону. И чтобы эта ситуация никак на ней не отразилась. В том числе и Ильназу Мухамедзянову и Виктору Клицеву. И очень бы хотелось, чтобы в отношении спортсменов не было попыток применить какие-то репрессии со стороны спортивного руководства республики. За то, что они не стали замалчивать эту проблему, вынесли ее в открытое обсуждение и обратили на нее внимание нашей биатлонной общественности. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги.